Всем привет! Здравствуйте, с вами Лера. Добро пожаловать на канал. И сегодня мы с вами посмотрим рабочие тетради по математике. Кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прижимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться и на телеграм-канал по ссылочке в описании. А мы с вами начинаем. Поехали! Привет! Ну что, выпьем чаю. Сегодня у нас вот такая вот интересная страничка. Плюс еще со всякими различными масками. Но эту задачу мы не трогали, зато мы пили чай. Сегодня мы с вами поработаем на странице 6. Работа за 26 января, соответственно, за вчерашнее. Здесь мы ознакомимся с темой, как можно умножить сумму на число. Это мы все устно разбирали. Плюс это я показывала на доске. Мы все разбирали не просто голословно, да, знаете... Ой, я отвалилась. Не просто голословно там устно разобрали. Я еще плюс на доске все это дублировала. Поэтому, ну, будем надеяться, что все усвоилось. Хотя, опять-таки же, я где-то говорила, что все забывается и все, соответственно, из головы-то выплюхивается. Вот. Поэтому за дверью тишина, мы в порядке, все хорошо, начинаем. У нас здесь с вами задание третье. Это как, знаете, в начале урока, перед тем, как ты начинаешь заниматься какой-то темой, ты вроде как повторяешь или разминаешься, да, и так далее, и тому подобное. И вот поэтому мы решили разминку провести на номере третьем. А уже потом мы сделали номер один. Ну, опять-таки же, мы успели только первый способ, потому что все разжевывали, да. Вот насколько все разжевывается. Ну, урока 45 минут это очень мало. 45 минут это очень мало. Вот. И второй способ они должны были сделать дома. И дома также это задача третья. Они очень хотели, знаете, восьмое, седьмое. Конечно. Угу. Задачи решайте, седьмое, восьмое. Понимание задач нет. Вообще абсолютно. Сегодня такая хорошая математика была, скажу я вам. Так, я убрала книгу-то. Зачем? Если я вам ничего не показала. В общем-то, сради по математике сдали сегодня сразу в открытом виде. Представляете, я так запуталась сегодня. Я смотрю на работу. Смотрю 90 разделить на 3. Помните у нас прошлый ролик? Начинался 90 разделить на 3. Я смотрю и думаю, ну, я не могла, у меня была математика. Почему я как будто бы проверяла эту работу? И так же и про кружки, и про чашки. Помните? А там про блюдца были. А здесь и здесь про блюдца. Я думаю, батюшки, что это я почему-то... Думаю, сейчас... Я сижу, понимаете. Я думаю, у меня дети ушли. Неужели я осталась без тетради и без ролика? Думаю, это что это я как не... Почему? В общем, у меня шизофрения, ретроградный Меркурий, шарики за ролики. Вот. И поэтому что-то я прям так стрессанула. Ну, ладно. Самое главное, что все нашлись. Сундук со сказками не украли. Все нашлись. Сундук со сказками не украли. Все хорошо. Поэтому едем дальше. Вот. Давайте сразу... Ой-ой-ой. Кто-то писал в комментариях, что ему нравится, как я зеваю. Но вам нравится, что это очень мило. Это вы мое лицо просто не видите. А вот так вот сразу первую беру. Да, вот видите эти тетради. Вообще... Я последнее время что-то домой начала тетради брать. Конечно, дело пропащее. Но куда деваться? Классная работа. Итак, давайте смотреть с вами на, соответственно, примеры сначала. А потом поговорим о задаче. 90 разделить на 30 будет 3. 80 разделить на 40 будет 2. Им очень хочется написать 20 иногда. 5 умножить на 20 минус 16. Вот говори, не говори. Хоть... А, нет, все. А, чуть не опорочила честь. 5 на 20 – 100. 100 минус 16 – 84. 74, ребята. Да что-то такое? 74 минус 60 разделить на 2. Получится 44. Да, потому что 60 разделить на 2 будет 30. Все правильно. Вот видите, про песочек я вчера еще на родительском собрании сказала. И детям постоянно говорю. И вот сегодня я прямо у доски, они работали много. Я прямо заставляла. Ну, мол, забывали они. Я прямо говорю, пишу, пишу. Вот видите, порядок здесь. Дай бог выровняем, понимаете. 44. Здесь уже пытался соблюсти 3 клетки, но хотел уместить. 7 умножить на разность чисел. Я вот тоже им постоянно говорю так, потому что они как-то на слух не воспринимают. А раз математический диктант, и все, мы поплыли. 7 умножить на разность чисел 42 и 34. Это будет сколько? 3. Почему 3? Не пойму, почему 3. 42 минус 34. От двойки отнять четверку мы не можем. Мы с вами занимаем у четверки. 12 минус 4, это будет 8. Здесь у нас уже не 4, а 3. 3 минус 3, того 0 на 0 мы не пишем. И 7 на 8, 56. Очень интересно. У нас, по-моему, такие случаи уже были, да? Что неправильно, а ответ зато правильный. 36 плюс 36, да, это сумма чисел 36, деленная на 9. 36 плюс 36, 72. 72 разделить на 9, будет 8. Правильно. И нули, наши любимые нули. Ну, дай бог. Ну, потому что у доски все работали. 0 умножить на 1 разделить на 12, будет 0. Потому что 0 умножить на 1, будет 0. 0 разделить на 5, будет 0. И 0 умножить на 20, будет 0. Правильно. Дальше у нас еще задача. Первый способ. Как я на доске черканула, так и они, понимаешь ли, тоже черканули, так сказать. Итак, первый способ. Ну, давайте сначала прочитаем, наверное, ознакомимся с этой задачей. Мне почему-то из носа течет, вообще не понятно. Ой, реветь не надо было. Так, реши задачи разными способами. Купи две игрушки. Купи, купи. А ты купи, слона. Как будто, знаешь, утверждение. Купили две игрушечные чашки с блюдцами. Сколько стоила эта покупка, если цена чашки 2 рубля, а блюдца 1 рубль? Господи, простите меня, пожалуйста. И вот первый способ. Как решать первый способ. Да, и, соответственно, второй способ, как решается. Ну, давайте с вами посмотрим. Поглядим, так сказать. Ну, краткую запись. Сначала я сказала, они делают сами. Потом смотрю, сижу, время идет, урок кончается. Урок подходит к концу. Они сидят. Думаю, ну что, сиди, давайте вместе разбираться. И вот есть некоторые дети, которые прям вот почти-почти. А это меня убивает, конечно. Не могу. Так, первый способ. Чашки 2 штуки по 2 рубля. Правильно. Блюдца 2 штуки. Или как правильно сказать? Блюдца, а не мои. Да? Блюдца. Пару штук. Надо говорить. Пару штук блюдец. По 1 рублю, да. Фигурная скобка. Ну, фигурная скобка, у нас, конечно, не совсем фигурная. Но 1, как говорится, 1 леший. Все понятно. Вот, рубль. И первый способ. Значит, мы к 2 прибавляем 1. Да. И получается 3 рубля. Чашки и блюдца. И второе. Мы 3 умножаем на 2 и получаем 6 рублей. Ответ. 6 рублей стоила эта покупка. Да, верно. Второй способ. Я буду просто молчать. Второй способ. 2 умножить на 2. 1 умножить на 2. И 4 плюс 3. Или как? Не поняла я. Нам нужно узнать стоимость чашек. Значит, нам нужно 2 умножить на 2. Вот я вижу 2 на 2. Это я вижу. Это стоимость чашек. 4, соответственно. Ты я вижу. 2 на 2. 1. Дальше мы 1 умножаем на 2, чтобы получить стоимость блюдец. Вот они блюдца. Вот они блюдца. Это будет 2. Вот они блюдца. Ага. Все. И 4 плюс 2 будет 6 рублей. Тут мне, видишь, как выражением все в один этот сделали. А мне еще хочется вот так сделать, по-противному. Ответ. 6 рублей. Чего 6 рублей? Я и в прошлый раз ругала. Я вот тетрадь проверяла по математике. Вчера без вас уже. Я тоже в Телеграм показывала. Кто еще на Телеграм не подписан, кстати, обязательно подписывайтесь. Буду рада вас там видеть. У нас очень уютно. Ответ. 6 рублей. И, кстати, лайк не забывайте поставить под этим видео и комментарий написать какой-нибудь замечательный. Пьете ли вы чай из чашек с блюдцами или же просто из кружек? 6 рублей стоила покупка. Ругала. Ругала, 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 потому что не делают полный ответ. Ну, то есть у тебя вопрос какой? Сколько стоила эта покупка? 6 рублей стоила эта покупка. Все. Так, здесь у нас одна ошибка при вычислении. Ну, так-то в принципе нет. Но исправление, исправление, исправление. 4, 4. Хотя, если честно, за общий вид можно было бы и тройку поставить. Признаюсь честно. Номер 3. Ее мы будем оценивать как домашнюю работу, потому что я уже оценила. Я уже там оценила. Я думала, что тут написано домашняя работа, а то ты еще без домашней работы тебе сделали. Итак, домашняя работа. 6 чайных ложек стоили 60 рублей, а 2 столовые столько, сколько 4 чайные, сколько стоит 1 столовая ложка. У меня девочка там одна приходит, не с этой задачей, конечно. Как это было вчера, что ли? Лера Николаевна, мы с мамой сделали только одно задание из двух, потому что мы сидели до 12 ночи и уже не успели. Это бедные дети, а бедные матеря, матери, как вы, напишите, пожалуйста, я знаю, что у нас есть мамочки, поделитесь своими впечатлениями. Я вот всегда говорю, я вам удивляюсь. Как вы все успеваете? Скажи, мы ничего не успеваем. Как вы вот, мне-то тяжело. В принципе, мне кажется, что я пашу, как белка, как лошадь просто в мыле. А каково вам кружки, не кружки, работа, дети, собаки, попугаи, еще надо с каждым домашку сделать, еще... Ой, матушка, напишите мне рецензию на материнство, знаете, дайте мне свой краткий комментарий. Ладно, давай посмотрим. Тут ребенок нам составляет, значит, краткую запись. Цена одинаковая. Количество 6 ложек, 4 ложки и 2 ложки. И стоимость, я так понимаю, да? 60 рублей 6 стоит. Правильно, я люблю такие краткие записи, они прям очень понятны. Вот смотри по строчке, да? Смотри по строчке, и что между собой? Дружи. Числа. Так, стоимость неизвестна. Здесь тоже неизвестна. А все идет потому что с первого действия. В первом действии нам нужно 60 разделить на 6. И получится 10 рублей стоит одна чайная л. Ложка. Но тут ребенок уже не уместил. Правильно. Вот все. Вот тут мы и написали. Вот оно, 10 рублей стоит. 10. Они все 10 стоят. Они, получается, стоят все 10. Дальше мы вообще по логике 4 должны умножить на 10. Но у кого 10 на 4? У кого 4 на 10? Да? У нас 4 их. У кого там чайные ложки? На 10 рублей. 40 рублей стоят 2 ложки. Да. Нет. Не 2 ложки. Почему 2 ложки? Почему 2 ложки? Не 2 ложки. Подожди. Это 10. 4 умножай на 10. А-а-а. Нет. Что это? Не 2. Почему 2-то? Я не пойму, а почему 2-то? 2 столовые. Вот мы про столовую. А 2 столовые столько, сколько 4 чайные. Господи Иисус. Это, получается, стоит 4 чайные ложки. Это 4 чайные, получается, стоят. Чайные уж не с ума сошла я. И 40 разделить на 2 будет 20 рублей. Стоит столовая ложка. Это уже зачем ты тут пишешь? Вот я не знаю. Я прямо сейчас перечеркаю все. Зачем? Вот я ругаюсь постоянно. Вот он списал откуда-то? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот он откуда-то списал? Вот объясните мне по-русски. Почему я 3 года учу детей писать, не писать краткую, не писать пояснение у последнего действия, потому что это идет в ответ? И они все равно, причем в классе пишут без пояснения в последнем действии, уходят домой, приходят с непонятными каракулями. Вот кто этому учит? Вот я прямо завтра, я не знаю. Вот кто этому учит? Вот кто? 20 рублей стоит, и ответ писать не могут, стоит одна, ну, одна так и есть, одна столовая ложка. Все, сначала в ответе, сначала идет то, что ты нашел, потом наименование, а уже потом последовательность вся. Четыре. Тут вообще ничего нет. Тут вообще ничего нет. Никаких пояснений, ничего. Если они мне так все задачи накосячили. Почему они пишут, стоят две столовые ложки, я не понимаю. Четыре чайные ложки, почему две столовые, они друг у друга что исписывают, я не могу понять. Они же чайные ищут. Тут вообще тоже непонятно что. Вот четыре чайные. Почему чашки? Какие чашки? Мне какую задачу-то решали. Какие чашки? Ложки ищем. Какие чашки? Это вообще не из-за этой оперы ложки чашки. Это четвертые, нам третье надо. Матери Божьей. Ой, Господи Иисус, тут вообще, погляди. Ну, ничему не учу. Ну, ничему не учу. Ничему не учу. Что я схожу с ума? Ну, нет, четыре. Мы же четыре чайные ложки. В одной тетрадке, значит, они пишут какие-то столовые, две столовые. Во второй две столовые. Я уже думаю, а может быть, ну, лыжи не едут? Нет. Четыре. Ну, я же, мы же не выбрать, что с ума сошли. Все. Потому что там правильная тематика, это точная наука. Ой, Матерь Божьей, не хочу. Не хочу просыпаться в этот день. Чего тут какие остались? Ну, давай вот эту, что ли. Так. Прямо по этой проверим. Так, три, два, пять на двадцать, минус шестнадцать, восемьдесят четыре. Т, 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 тридцать, сорок четыре. Пятьдесят шесть, восемь, потому что почему-то здесь двенадцать. Вот опять, почему здесь двенадцать, если здесь будет восемь? Тоже непонятно. И как они умножили семь на двенадцать, и получилось пятьдесят шесть? Это загадка дыры, как говорится. Да? Непонятно. Тридцать шесть плюс тридцать шесть, семьдесят два. Здесь будет восемь. Но, очевидно, списано. С доски причем. Ноль. А где тут не написано, что это ноль. И здесь не написано, что это ноль. Но это ноль. Уашки. Что за уашки? Блюдец. Две штуки. По два рубля. Пару штук. По одному рублю. Два плюс один. Три рубля. Чашки и блюдца. Бог с ним. Чашки и блюдца. Три на два. Шесть рублей. Ответ. Шесть рублей. Чего шесть рублей? У вас вопрос какой? Мы не в первом классе. Вот это я прям не могу. Вот это вот. Второй класс приучил их писать кратко. Вот у них в тетрадях в рабочих там, по-моему. Нет. Или в проверочных. В каких-то у них проверочных. Нет, не проверочных. То ли работа, то ли в первом классе как-то у нас было. Вот. Все. Шесть рублей. Хе-хе-хе. Все хорошо. Полный ответ где? Сколько стоила эта покупка? Шесть рублей стоила эта покупка. Была бы хволь, они ответ вовсе не писали бы. Шесть рублей стоила эта покупка. Это, я так понимаю, второй способ. Два плюс два. Четыре. Чего четыре? Непонятно. Два плюс два. А два на два не умножим-то? Смотри, пишет. Два плюс два. Мы уже не надо умножать. Да, мы пишем два плюс два. Один плюс один. Мы не один на два умножаем. Мы один плюс один. А в чем он не прав? Вот скажите мне сейчас, пожалуйста. Умножение – это сложение одинаковых чисел. Ну, так или не так? Вот в чем он не прав? Представляете, каково будет лицо вашего учителя математики, если вы 10 раз прибавите по 5? Хорошо, что здесь два на два, а не два на девять. Мы бы девять двоек написали бы. Да? В чем не прав? В чем не прав? О, тут написали хоть. Так, это у нас стоимость чашек. Это стоимость блюдец. Какое странное слово, да? Блюдец. Так, все, стоила покупка. Ответ. 6 рублей стоила эта покупка. Все. Домашняя работа. Все улетело. И обещала не возвращаться. Опять, без пояснения. Че это страдка-то? Да ешки-матрешки. Одни и те же на манеже. Надо перемешивать хоть иногда. Так, где-то у нас. 60 делю на 6. А краткая запись? Это краткая запись. Причем опять помните? Мама, не надо. Мама, не лезьте. И то вот, опять. Мама, не надо. Мама, не лезьте. Мама-то объясняла, может быть. Да, ну и понятно. Да? Но мне-то можно, пожалуйста, краткую запись цивильную. Это даже не схематический чертеж. Это вот надо на черневике было разъяснять. Краткая запись. Где, мол? А! Опять орет, скажет. 60 разделить на 6. Будет 10 рублей. Тире. Стоит 1 чайная ложка. Можно, кстати, без слова. Стоит. Я люблю писать в пояснении буквами, но тут мало места. Что за неуважение сейчас произойдет? Стоит 1. Стоит 1 чайная ложка. Все. Опять 10 на 4. А вот дети, они не понимают. Понимаете? Они не понимают. Почему 10 на 4, а не 4 на 10? Почему 4 на 10, а не 4 на 10? Ведь вы же учили... Вот это тоже, да? Ведь вы же учили. От перестановки множителя произведений не меняются. Конечно, не меняются. Конечно, не меняются. Ну вот в математике так нельзя. Ох, математик вам плешь еще вы ест. Увидите. 40, ну в итоге 40 получилось, вот докажи, стоит 4 чайные ложки, 4 чайные ложки, мне кажется, я лишнюю загогольную, да, лишнюю загогольную написала, стресс, 4 чайные ложки. Дальше мы 40 делим на 2, получаем 20 рублей, 20 рублей стоит 1 столовая ложка, да, да, мой дорогой, да, вообще в идеале поставить бы тройба, но это правда очень хороший результат для обладателя данных манускриптов, так сказать. Вот такие вот работки у нас сегодня получились, вообще безобразие, я опять ругалась, опять расстроилась, они меня этими задачами добьют когда-нибудь, вот я сидею, вот у меня одна половина волос сидеет от задач, вторая половина волос сидеет от математических примеров. Ладно, дорогие мои, давайте прощаться. Вот такие вот работы у нас с вами сегодня получились, но кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться и на телеграм-канал по ссылочке в описании. А с вами была Лера, увидимся совсем скоро, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok